В Москве опробуют еще одну реформу. Кандидаты в мэры пытаются пройти так называемый муниципальный фильтр. Когда Кремль вроде как вернул народу прямые выборы губернаторов, был придуман новый по факту запретительный барьер, за который точно не пройдут неугодные тому же Кремлю кандидаты. Фильтрацию явно переживут не все. Принуждение к мэру. Вадим Кондаков увидел, как Алексей Навальный и другие сдают кандидатский минимум. В Рио мэра главная сегодня задача пройти так называемый муниципальный фильтр. То есть получить голоса вот этих людей, районных депутатов, которых, как говорят партия власти, заставляет подписываться за Собянина. Давление на муниципальный депутат, я бы с вами не согласилась, давления нет. Каждый депутат может выразить свое мнение. Но это мнение будет только после того, как кандидаты расскажут о себе. Сегодня это выдвиженец партии зеленых Глеб Фетисов. Мы зеленые, мы совсем другой группой крови. И поэтому девиз нашей партии, мы не за власть, мы за жизнь. И общественный деятель Алена Попова. Основной пункт моей программы это Москва город для жизни и Москва город не для гражданачальника. И возмутитель кремлевского спокойствия Навальный, который обещает, что даже если не пройдет муниципальный фильтр, все равно продолжит кампанию. Так или иначе, до 8 сентября я буду вести свою избирательную кампанию для того, чтобы показать москвичам, что есть альтернатива, есть кандидат, пользующий поддержкой, есть кандидат с программой. И эта власть, кандидата просто не хочет пускать на выборы, потому что она его боится. Навальный, кстати, здесь уже не в первый раз. Днями ранее он отказался от дискуссий с другими кандидатами, Светланой Пеуновой и Пауком Троицким, которые, конечно же, воспользовались уходом конкурента. Никто не мешал людям из оппозиции участвовать в этих выборах и побеждать. То, что они проиграли, значит, просто вся их ситуация была для того, чтобы охаривать власть, охаривать государство. И в то же время не предлагая ничего клевого, хорошего, например. Это просто направлено на то, чтобы создать ощущение такого «день трэш-кандидатов». Вот сидят какие-то клоуны, одна с рептилиями борется, другой запускает гигантские дирижабли, наполненные алкоголем над Москвой. На этот раз компания Алены Поповой, известной своей деятельностью в волонтерском движении и помощи развитию женского бизнеса, а также Глеба Фетисова, экс-сенатора и предпринимателя, показалась Навальному подходящей. Он с улыбкой слушал своих конкурентов и убеждал муниципалов подписываться не только за Собянина. Их депутатов в Москве 1810 человек. Каждому из кандидатов до 10 июля нужно собрать в свою поддержку не менее 110 депутатских подписей, причем из разных муниципальных образований. Навальный, кажется, их всех знает в лицо. Вот это наша такая стена почета, она же стена плача, где депутаты из всех районов, они у нас отранжированы, они единороссы, не единороссы. Есть некоторые не единороссы, но они находятся под жестким контролем города, директора школ, директора поликлиник, таких большинство. Мы их вычисляем по степени возможной лояльности, потом несколько раз обзваниваем. Звонит он сам, вот так, по 60-70 человек в день. Чтобы его, Навальному, победить было непросто, в предвыборном штабе почти круглые сутки кипит работа. Здесь собирают информацию о муниципалах. На этой доске список дел, запланированных и уже исполненных. А это пока секретные материалы. Листовки, которые скоро будут раздавать на улицах. Вот это вот дизайн нашей листовки, в нем есть основные тезисы программы. Кандидата в мэры Николая Левичева, который отобрал у Навального подпись неизвестного муниципального депутата, мы повстречали в столичном музее архитектуры. Он обсуждает со специалистами, как сохранить исторические памятники. Быть может, это просто деловая встреча, а может и предвыборная. Но Николай Владимирович на удивление спокоен. Быть может, потому что обладает сакральным знанием? Сергей Семенович Собянин подумывает о том, чтобы на дебатах встретиться с Левичевым и Мельниковым. Я же не наивный человек, да, я прекрасно знаю уровень компетенции и политической осведомленности Сергея Семеновича Собянина. Что же получается, тройка лидеров уже определена? А знает ли коммунист Мельников, что его уже посчитали? Ильстит ли ему такая помощь от партии власти? Меня это напрягает, я скажу прямо. Наша партия, я думаю, готов это сказать москвичам прямо и открыто. Будет единственная партия, которая на первом этапе, на этапе прохождения муниципального фильтра, не будет ни от кого зависеть. Она сама решит все вопросы. Среди прекрасного сада из Рос в центре Москвы, в особняке КПРФ, давний соратник и правая рука Зюганова Иван Иванович Мельников рассказывает нам, что рассчитывает сойтись с Собянином во втором туре выборов. Он говорит, что сейчас не 96-й год и что мэр-коммунист, это совсем не страшно. Здесь, в саду, и вправду не страшно. Про вероятность второго тура на неделе заговорил и сам Собянин. Он не исключил такой возможности и даже будто бы удивился вопросу журналиста, а почему бы и нет. Еще он пообещал честные и чистые выборы и даже высказался за отказ от голосования по открепительным талонам. Но вот только почему соперники по выборам не хотят ему верить? На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Продолжение следует...